Таджикистан на грани гражданской войны. Да смотрите это видео до конца и вы узнаете, как о ситуации внутри страны высказываются международные эксперты. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Среди мая в Горно-Бадахшанской автономной области Кбао-Таджикистана, известной также как Таджикский Памир, не утихают акции протестами местных жителей, требующих отставки представителей власти региона, назначенных центром. Дело дошло до проведения силовиками операции с целью полного предотвращения чудовищных актов террористов, обеспечения безопасности граждан, стабильности и спокойствия. Все мы с вами знаем, чем это закончилось. Акции протеста в Кбао, в частности в ее административном центре Хорог, явление не новое, о чем еще будет сказано. Но на сей раз здесь разразилась настоящая война. За несколько дней до спецоперации в Хороге в ходе столкновения с полицией погиб 30-летний местный житель. Замир Назаршоев. Около 10 человек, включая представители правоохранительных органов, были ранены. И пошло-поехало. Люди потребовали объективного расследования прошлогоднего убийства одного из местных жителей. В преступлении они подозревают местных силовиков, прекращение преследования бадахшанцев, снятие блокпостов в Хороге и т.п. Власти, однако, на это не отреагировали и списали обострение обстановки в Кбао на деятельность организованных преступных групп, финансируемых международными террористическими организациями. Ситуация углубилась еще и тем, что уже после спецоперации около Хорога был убит один из неформальных лидеров Кбао Мамадбакир Мамадбакиров. МВД Республики Таджикистан убийство объяснило результатом внутренних разборок криминальных групп. Но жители области мало в это верят. По данным Евразия Тудей, люди утверждают, что убитый полковник в отставке пограничных войск Таджикистана был одним из самых идейных и бескомпромиссных оппонентов власти, которого эта самая власть не смогла ни подкупить, ни напугать. Почему масштабные беспорядки происходят именно в Кбао и что это за регион? Горно-Бадахшанская автономная область занимает почти половину территории Таджикистана, но здесь проживает чуть больше 3% от населения почти 10-миллионной республики. Жители Кбао представлены в основном субэтнической группой – помирцами. В отличие от таджиков, исповедующих сунизм, они являются исмаэлитами, последователями одного из шиитских ответвлений. Имеют свои культурно-исторические особенности, разговаривают на таджикских диалектах. Регион достаточно депрессивный, оторванный от центра, едва ли не самый бедный в Таджикистане. Областной аэропорт уже давно не функционирует, а на автомобиле до Душанбе около 12 часов. Помирцы живут замкнуты, имеют свои культурные и исторические особенности. Надо сказать, что центральная власть довольно жестока с жителями Кбао и легка на проведение здесь спецопераций под предлогом борьбы с терроризмом, во время которой гибнут люди. В общем, край этот непокорный, взрывоопасный и требует особого к себе отношения, хотя бы по уровню автономности, крайне низкой в настоящее время. Но Душанбе этого не замечает, воздействуя на помирцев силой, что вызывает со стороны последних еще большее сопротивление властям. А как вы относитесь к таким мыслям в изданиях различных СМИ, не таджикских? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Простые жители Кбао желают малого. Создание в регионе приемлемых социально-экономических условий, на которые власти блаженной памяти СССР не скупилось, низкого уровня безработицы, неназначения на руководящие должности людей из Душанбе. При этом нельзя исключить, что беспорядки в Кбао обильно подпитываются внешними силами в Таджикистане, в избытке различных НПО, финансируемых на западные деньги. И расшатать регион на фоне украинских событий время сейчас подходящее. Кроме того, многим местным жителям не чужда идея независимого Памира. Памирцы проживают еще и в Афганистане и Пакистане и вполне могут поддержать своих. Тогда уже проблема Кбао приобретет практически международное звучание. Еще одной причиной беспорядка в Бадахшане может быть стремление президента Таджикистана Имамали Рахмона, который, как считается, намерен осуществить безболезненный транзит власти от себя к сыну Рустаму. Что, заметим, явления для Центральной Азии не новые, а для беспрепятственности и плавности соответствующего процесса с последующими безопасными правлениями Рахмона номер два необходима зачистка оппозиции с ее появлением и подавлением. Для этого версия силовиков, по которой сепаратисты и террористы нацелены на расшатывание конституционного строя, вполне оправдана. Если она ложна, ей следует придать правдоподобность, сплотить людей вокруг власти и дать мощный отпор тем, кто расшатывает. С учетом того, что таджики уже пережили пятилетнюю кровопролитную гражданскую войну, повторения ее они явно не желают. Как мы видим, причин для взрыва области достаточно, и каждая, что называется, имеет право на жизнь. Что дальше, как утверждает МВД Таджикистана, в беспорядках в ГБАУ участвовали около 200 боевиков, включая иностранных. То есть, речь идет о внешней угрозе. Вопрос. В оправдании своих жестоких действий или в целях подготовки основания для вмешательства в конфликт сил ОДКБ, как это было в Казахстане, когда при помощи фактически российских военных президенту этой республики Касыму Жамарту Такаеву удалось сохранить свою власть. Напомним, кстати, что Таджикистан является членом этой организации, и на его территории дислоцирована российская военная база. Если наличие боевиков будет доказано, то ОДКБ вполне может вмешаться и сохранить режим ММАЛИ Рахмона. Но не факт, что это обеспечит беспрепятственный транзит власти от него к сыну, или что власть последнего будет устойчивой. Но есть вероятность того, что Рахмон, который, напомним, шарахается от вступления Таджикистана в Евразийский экономический союз, хотя население республики в массе своей сильно бедствует, и Душанбе не менее сильно зависит от благодеяний Москвы, не захочет присутствия у себя русских. А вдруг придут и не в пример Казахстану останутся? Помирцы обратились в ООН, Шанхайскую организацию сотрудничества, Евросоюз и ОБСЕ, с просьбой остановить репрессии в ГБАО. Некоторые страны Европейского Союза и США призвали правительство Таджикистана обеспечить действия правоохранительных органов в строгом соответствии с законом, соблюдать права человека и основные свободы даже в кризисных ситуациях, связанных с безопасностью. А генеральный секретарь ООН Антонину Гутериш, как заявил его официальный представитель Стефан Дюжарик, выразил обеспокоенность сообщениями о нарастающей напряженности и насилии в Горно-Бадахшанской автономной области, включая данные о погибших. Генсек призвал к сдержанности и решению вопросов мирным путем. Что же Россия? Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена обострением ситуации в ГБАО, спровоцированной, как следует, из свода криминальными элементами и примкнувшей к ним экстремистами. Вот, пожалуй, вся реакция, во всяком случае, видимая. А как вы относитесь ко всей этой ситуации? Есть ли у вас личные прогнозы? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!